Здарова всем ребят! Традиционно начну с напоминания о ежедневном табель-календаре. Ну, что дальше делать, я думаю, сами разберетесь, все и так отлично знаете. Ну и пользуясь случаем, напомню еще, что в описании будет ссылка на бонус-кодик, которым можно воспользоваться в июне, только в июне, если вы хотите приобрести себе игрового золота, тогда вдогонку бесплатно получите декальки от канала про танки. К слову, сейчас я веду, так сказать, переговоры по поводу того, чтобы в будущем дополнительно разыгрывать золото среди тех, у кого будут как раз-таки декальки. Ну, а остальных просто доступ к этим розыгрышам не будет. В конце концов, те, кто поддерживает канал, имеют право на отдельные дополнительные активности в игре, которые могут принести им игровое золото. Ну, а тем временем, ребят, уже известно, что патч 1.22, который должен будет выйти где-то в конце лета, в конце августа, в начале сентября, нас с вами ожидает новая ветка колесных средних танков. Не стоит задавать какие-то высокие планки ожидания, да, например, или думать, что игре конец, потому что это же колесные танки, а колесники это имбалансная техника и так далее. По сути, у новых колесников не планируется никаких дополнительных механик. То есть колесники не будут иметь два режима работы колес, быстрые и маневренные, да, так называемые. У них не будет там еще каких-то дополнительных бонусных плюшек, как у колесников. И даже когда я вам показывал корпуса этих танков, мы с вами видели, что колеса там сделаны так, что, в общем-то, по типу как гусеницы. То есть большая часть, если вы попали в колесо, теперь это не будет просто дзынь без урона. Это будет все-таки пробитие колеса с постановкой, так сказать, дамагов в борт танка. Единственное, что, конечно же, единственное преимущество колесников перед гусечной техникой, которая очевидна, на мой взгляд, это то, что колесникам нельзя сбить гусеницу, потому что ее банально просто-напросто нет. По сути, не играв на этих танках, тяжело оценить их потенциал и на то, насколько они будут комфортны, но разработчики обещают, что будет даже реализована возможность разворота на месте. Вы знаете, да, что у нас колесники для того, чтобы развернуться, должны какую-то траекторию по радиусу проделать, то есть там сдать назад, вперед-назад. Именно для этого и мы делали высокую скорость заднего хода, потому что развернуться у них достаточно проблематично. На месте, опять же, где-то за укрытием всегда приходится выставляться, подставляться и так далее. Но вот вроде как колесные СТ-шки будут лишены этого недостатка. Если посмотреть на характеристики этих танков, мы с вами увидим, что пока на тесте это очень даже неплохие пепелатцы получаются. 430 альфа у СТ-шки, 260 пробития, больше 1200 скорость полета и 1420 подкалибера скорость полета и 318 бронепробития. Ну, фугасы здесь вполне себе стандартные. По подвижности тоже все достаточно интересно, 60 с лишним километров вперед и 30 с лишним километров заднего хода. Время сведения 0,3 секунды, ой, время сведения 1,73 секунды, точность на 100 метров 0,3. Углы склонения 8 градусов вниз. Перезарядка орудия, правда, долгая, почти 12 секунд. Ну, правда, альфа 430, но ДПМ всего 2250. Это для СТ-10 в уровне, конечно, очень слабенько. Ну, наверное, не ДПМ будет главной фишкой. По броне я вам уже показывал, рассказывал. Эти танки не сильно бронированные, да. То есть, ну, в конце концов, колеса там. Много-много тысяч тонн на них не повесишь по броне. Ну, и по обзору, что тут у нас, 400 метров, ну, в принципе, для СТ-шки более чем достаточно. По маскировке тоже, вроде бы, все базово плюс-минус одинаково, как все остальные. Многие ребята, с которыми я обсуждал эти колесные средние танки, точнее, вот этот вот концепт номер 5 топов 10 уровня, который я вам сейчас на протяжении последних пары минут показывал, они считают его имбалансным и, я бы даже сказал, слишком сильно. Вот, но я еще раз напоминаю, что это супертест, и здесь миллион раз еще может поменяться до релиза этих танков к осени 23-го года. Так что, поживем, увидим, но держу в курсе по всем игровым событиям. Теперь, что касается трейд-инн, все-таки я нашел вещи, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, танки, которые появились. Ну, вы видите, здесь появилось танки, которые можно купить 5-го уровня. Очень большое количество они у вас на экране. И новые танки 8-го уровня, в принципе, их и так все можно приобрести сейчас в обычном магазине, в клиенте игры за голду. Тем не менее, это новые танки, которые вы можете приобрести. А вот танки, которые вы не можете приобрести. Несмотря на то, что я не сильно жалую, там, например, Т-103-ю ПТ-шку, да, или СТГ, вот. Все остальные машины здесь, ну, скажем так, они выше среднего. И по какой-то причине в трейд-инне вы не можете эти танки себе поставить в качестве новой машины в ангар. Ну, то есть, видимо, Леста не хочет плодить вот эти вот более-менее сильные машины. Ну, скажем так, распространять. Зато вы можете эти машины сдать. Причем сдать достаточно выгодно. Смотрите, есть танки, которые можно обменять по курсу один к одному. То есть, вы сдаете танк и без доплаты берете любой другой того же уровня. А есть танки, которые можно за 70% стоимости сдать. Я вот выделил АТ-15А и Рай Метал Скорпион G. Потому что, если у вас есть и обычный Скорпион, и Скорпион G, то один из них, конечно же, вполне себе выгодно. Можно сдать со скит за 70% от его стоимости. То есть, а стоимость у всех премов сейчас напоминает 11 тысяч голды. Ну, остальные можете на паузе потом отмотать назад и посмотреть, если новость ли не открывать и читать. Но на самом деле, все столько, что сказанное для большинства из вас не имеет смысла, потому что Рейден всегда был и, наверное, будет местом, где люди избавляются просто-напросто от танков, которые им не нужны. Даже если этот танк имба, а он вам не нужен, ну и смысл его хранить в ангаре, если вы на нем не играете. Возможно, сейчас самое время скинуть его по выгодным расценкам. Но это, опять же, дело ваше. Пока-пока.